Материнское счастье Очередная счастливая жилищная история на сей раз из города Сосновоборск. Это молодой, динамично развивающийся населенный пункт в Красноярском крае. Хозяйка недавно приобретенной однокомнатной квартиры Нина Николаевна Ощепкова принимает дорогих гостей – сына Егора и пятилетнего внука Матвея. За чаепитием они делятся впечатлениями о том, как давняя мечта семьи наконец стала реальностью. Благодаря жилищной программе «Бест Вэй» Егор Ощепков приобрел квартиру для своей матери и перевез родного человека из другого города. Теперь они соседи, больше их не разделяет расстояние. Мне хотелось, чтобы мама жила рядом. Старенькая она у нас, ей 84 года, и мы ее любим сильно. С братом мы сделали легкий косметический ремонт. Она уже обустроилась на свой вкус. Скоро поменяем и мебель. Живу я со своей семьей в соседнем доме две минуты, и я у мамы. Заботливый сын получил возможность чаще навещать Нину Николаевну, оказывать помощь в домашнем хозяйстве. Общая площадь квартиры – 36 квадратных метров. Имеется просторная лоджия, жилье находится в высотном доме, отлично благоустроена территория двора. Мне очень нравится это место. И вообще дома такие. Двор большой. Там у меня была квартира в деревянном доме, и уже ветхая такая. Спасибо этому кооперативу, спасибо, что он есть. Егор Ощепков – убежденный сторонник идеи кооперации. Он принял решение о покупке через ЖК «Бествей» второго объекта недвижимости, теперь для улучшения жилищных условий своей семьи. Также Егор активно продвигает деятельность кооператива на региональном уровне. Мы готовы помогать нуждающимся людям, консультировать, делиться опытом, просчитывать различные варианты, приемлемые для каждого отдельного человека, для каждой семьи. Большая команда «Лайф из Гуд» – топ-20 лучших партнеров холдинга во главе с президентом компании Романом Басиленко свершили уникальное путешествие в Южную Америку. Это был авторский маршрут, подготовленный специально для «Лайф из Гуд» – «Золото Ант» в оправе двух океанов – Перу, Чили с посещением острова Пасхи и пляжа острова Аруба. 13 дней невероятных открытий и ярких эмоций в компании коллег-единомышленников. Первым пунктом посещения Южной Америки стал город Сантьяго, столица Чили, самого южного в мире государства. Лидеров холдинга ждал теплый прием. Они посетили одну из лучших виноделин в регионе. На свежем воздухе состоялся приветственный ужин с дегустацией знаменитого чилийского вина. Вечер проходил в аутентичной атмосфере с национальными танцами. Утром следующего дня ТОП-20 «Лайф из Гуд» совершили перелет на остров Пасхи в Тихом океане – культовое место на планете, где находятся муаи – каменные монолитные статуи. Мир огромен, он прекрасен. Жизнь настолько коротка, что нужно успеть все. Нужно успеть насладиться этим моментом, нужно успеть насладиться жизнью. В настоящее время известно более 900 статуй. Считается, что эти каменные стуканы были изготовлены аборигенами острова между XII-XVI веками. Однако единого мнения по этому вопросу до сих пор не существует. Самая большая – муаи – весит более 82 тонн. «Лайф из Гуд» состоялась экскурсия к потухшему вулкану Рана Као. Его форма – пологий щит с большим кратером, в котором находятся семь озер. «Вы сами творцы своей жизни. Ставьте цели, достигайте, наслаждайтесь жизнью, превратите жизнь в вулкан эмоций». Лидеры холдинга также побывали на песчаном пляже Анакена, рядом с которым также находятся несколько каменных статуй. Здесь они смогли отдохнуть и искупаться. С заходом солнца команду «Лайф из Гуд» ждал ужин у костра. Была подготовлена культурная шоу-программа с национальным колоритом. Этим же вечером свой день рождения отметил один из лидеров холдинга – директор Сергей Кузнецов. Следующим пунктом путешествия стало Перу. Топ-20 холдинга предстояла захватывающая поездка в древний город Мачу-Пикчо, а предварительно состоялся ритуал с шаманом. Навстречу открытиям лидеры «Лайф из Гуд» отправились на специальном поезде первым классом. Ребята, живите первым классом! Первые классы были для вас! Путь к руинам древнего города лежал в окружении живописных ландшафтов через священную долину инков. Гостям из России был предложен обед. Коллеги подняли бокалы за любовь Мурсаикову, которая в этот день отмечала свой день рождения. Поезд доставил лидеров холдинга в небольшой поселок у подножья горной вершины. Отсюда состоялся подъем комплексу Мачу-Пикчо, расположенному на высоте около 2500 метров над уровнем моря. Древний город является одним из семи новых чудес света, имеет статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Подъем на вершину всегда сложный. Это действительно трудно, но игра стоит свеч. Я желаю каждому из вас достигать своих целей, подниматься на вершину, как бы это ни было трудно. Потому что, когда вы получите результат, вы поймете, что ради этого стоило очень многим пожертвовать. На следующий день команду Life is Good ждало серьезные испытания. Предстоял поход на знаменитые Радужные горы, которые находятся на высоте 5200 метров над уровнем моря. Чтобы дойти до вершины, необходимо использовать специальную технику восхождения, так называемый гималайский шаг. Высота более 4000 метров, и самое главное здесь не останавливаться. Самое важное не сбивать дыхание, не сбивать ритм. Гималайский шаг – это небольшой шаг, который позволяет на один шаг сделать вдох, на один шаг сделать выход. Вдох, выдох. Здесь формируется команда, здесь формируется командное взаимодействие. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Наградой за упорство на пути к вершине стали удивительной красоты пейзажи. На языке индейцев эти горы называются Винникунка, что в дословном переводе означает «горы цвета радуги». Такая яркая палитра окружающего ландшафта была сформирована миллионы лет назад. Нужно научиться работать в команде, нужно научиться в команде преодолевать препятствия, нужно научиться идти гималайским шагом. Я вам желаю всем постичь этот набор. Далее путешествие продолжилось на островах Бальестас. Они находятся в перуанских водах, в Тихом океане и являются частью национального парка Паракас. Эти места представляют собой соляную пустыню, образованную на месте доисторического океана. Но и в такой природной среде можно встретить оазисы. Вы даже себе не можете представить, что мы сейчас находимся в центре пустыни. Пустыни, которая не имеет жизни. Пустыни, в которой нет воды. Пустыни, в которой нет зелени, растительности вообще. Но каждый из вас в состоянии самостоятельно создать свой собственный оазис жизни. Добраться к островам Бальестас можно только на лодках. Прибрежные воды исключительно богаты планктоном. В них обитает множество видов рыб. Заповедник является домом для пингвинов, дельфинов. Здесь же находится самая большая колония морских львов. Курсируя между островами, на пути встречается арка желаний. Но главная достопримечательность Бальестас – знаменитый канделябр. Гигантский рисунок на скале высотой 128 метров, высоченный жрецами в древние времена. Life is good! Продолжая удивительные открытия, лидеры холдинга отправились в южную часть Перу. Они совершили полет на частном самолете и с высоты птичьего полета смогли воочию увидеть загадочные линии Наски, расположенные на одноименном плато. Это группа гигантских геоглифов, возраст которых исчисляется тысячелетиями. Рисунки флоры и фауны, линии, геометрические фигуры. Мы видели такие красоты, ради которых стоит жить. Но для того, чтобы это все увидеть, нужно сделать полный газ. Нужно подняться на такой высоте, которая позволит тебе достичь всего, чего ты хочешь. Завершилось пребывание в Перу знакомством с Лимой – столицей государства. Состоялась обзорная экскурсия по городу с осмотром главных достопримечательностей. Вечером ТОП-20 Life is Good побывали в парке фонтанов, который является одним из самых больших фонтанных комплексов как в Южной Америке, так и во всем мире. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Ежегодно парк посещают тысячи туристов. Life is good! Конечным пунктом большого тура по Южной Америке стало островное государство Аруба. Оно находится в бассейне Карибского моря и входит в состав Нидерландов. Так же, как эта мощная волна берет начало с маленького ветерка, точно и так же ваш результат берет начало с маленькой мысли. Научитесь мыслить правильно, делайте свою жизнь. Остров знаменит своими великолепными пляжами и удивительной красотой ландшафтами. Был организован джип-тур с посещением самых живописных уголков природы на Арубе и остановками для купания в Карибском море. Life is good! Life is good! Ярким финалом путешествия стал Галаужин на берегу моря. В дружеской атмосфере под шум прибоя участники поездки делились впечатлениями от незабываемого тура по Южной Америке. Уже на обратном пути в Россию лидеры холдинга сделали однодневную остановку в Амстердаме. Состоялась прогулка по столице Нидерландов, а затем была организована экскурсия на фабрику по огранке алмазов, старейшую из всех ныне действующих в городе и во всей Голландии. В этом роскошном месте и завершилось большое путешествие двадцатки сильнейших Life is Good. 18 и 19 мая в Москве в отеле Корстон будут проходить международный базовый семинар Life is Good и пятый ежегодный офицерский бал. В мероприятиях примет участие президент холдинга Роман Василенко. В качестве специального гостя деловой части приглашен официальный партнер холдинга – всемирно известный бизнес-тренер Боб Дойл. В рамках МБС пройдет конвенция Life is Good. Со сцены прозвучат истории успеха как от молодых директоров, так и от признанных топ-лидеров холдинга. Также состоятся торжественные мероприятия ко Дню Великой Победы – большой праздничный концерт и традиционный офицерский бал. В нем примут участие почетные гости, герои России, государственные и общественные деятели. Редактор субтитров А.Семкин